У-у-у! Фиолетовые чипсы! Посмотрите, ребят! Я как будто подбирала чипсы под цвет своих волос. Всем приветики, ребята! С вами Натали. Сегодня у меня видео с пробой необычных вкусняшек. И здесь у меня в основном чипсы. На самом деле не только. Здесь есть еще несколько необычных, таких редких для России, для нашей страны напитков. У меня здесь целая коробка этих вкуснях. Если вы любите видео с пробой еды, вкусняшек, всяких необычных сладостей, то обязательно ставьте лайк прямо сейчас. Так я буду видеть, сколько вас, людей, которые любят такой контент. Лично я обожаю что-то тестировать и делиться своим отзывом с вами. Это всегда интересно и самой мне, и надеюсь, что многим из вас. Перед тем, как мы начнем, я приглашаю вас в свой инстаграм. Там я сейчас появляюсь намного-намного чаще, чем на ютубе. Ссылочка на мой инстаграм в описании, поэтому кликай и обязательно подписывайся. А также обязательно напиши в комментарии, что самое необычное пробовал ты. Это может быть что-то из сладостей или тоже, опять же, из чипсов, из различных снеков. Что это было? Это было самое странное, и жизнь у вас разделилась, скажем так, до и после. Я не буду затягивать, и мы переходим к тесту вкусняшек. Начнем мы вот с таких чипсов Lays, которые идут со вкусом каких-то, по-моему, ребрышек. И все это с зеленью. Ну, я специально взяла это самым первым, потому что, ну, это должно быть, наверное, самое такое привычное нам. Дальше пойдет уже еще интереснее. Эти чипсы, по-моему, из Кореи я наверняка не знаю, ребята. Вот так выглядит упаковка. Если вы узнаете, что это за язык, корейский или японский, дайте знать в комментарии, потому что для меня это выглядит очень-очень похоже. Ну, прям очень. Да, какие-то различия есть, но в целом, ну, я не различу вот как-то наверняка, что есть что. Открываем. Ой, это очень странно. Внутри пачки здесь идет пачка. Ну, то есть вот. Я думала, что они с топкой, как чипсы Принглс, но нет, здесь такая прям пачечка. И чипсы у нас лежат в ряд, как книжки на полочке. Пахнет просто картошкой. Очень похож запах на стандартный такой Принглс с солью. Я не чувствую никаких ребрышек, запах какого-то мяса, ничего такого. Но у меня слюна выделилась, это факт. Какие они хрустящие. Они очень мягкие. У меня тут входит пес. Я боюсь, пес сейчас возбудится на еду. В общем, они не острые. Если вы не любите острое, то вам эти чипсы подойдут. Тут вообще нету, как будто здесь совершенно перца. Не знаю, конечно, жду. Может быть, сейчас что-то разъярится во рту. Но, по-моему, нету. Настолько насыщенные, но не перенасыщенные. Вот прям тютелька в тютельку, золотая середина. Еще они какие-то нежные. Это чипсы из, я так понимаю, картофельного пюре. То есть они еще немножечко и воздушные. Немножечко они похожи на нашу русскую картошку. Но вот что, какой-то явный вкус мяса, ребрышек там так далее, да, я не разбираюсь. Но, по-моему, здесь этого нет. Они просто как будто соленые и чуть-чуть добавлено вот таких каких-то восточных приправ. Чипсики вкусные. Так что, если где-то увидите, попробуйте. Если вы не любите острое, прям вам зайдут. Ой, ребята, идем дальше. Вот эти чипсы Лейс тоже азиатские. И они идут, внимание, со вкусом сладкой тыквы и карамели. Здесь вот нарисована у нас тыковка. Здесь у нас как будто такая ириска, но это карамель, понятное дело. Баночка прям яркая. И мне все время хочется спутать их с Принглс из-за того, что, ну, я не привыкну, что Лейс бывает вот в высоких банках. Хотя у нас тоже есть Лейс в высоких баночках уже давно. Пахнет как в кинотеатре. Словно попкорном с карамелью. Это такой прям сладкий запах. Кажется, что вы сейчас будете есть именно сладость к чаю, но никак не чипсы. Здесь точно так же выдвигается у нас вот эта полочка с чипсами. Они более насыщенные по цвету, в отличие от предыдущих. Симпатично лежат в рядок и ждут, когда их возьмут на зубок. Вот мне интересно, сладкие они или все-таки соленые? Как вы думаете, что здесь можно ожидать? Больше соль или сахар? Потому что, ну, все-таки это чипсы, наверное, соль, да? Они не сладкие и не соленые. Они какие-то средние вот между этим. Как будто там не доложили и сахара, но и соли. Жесть. Здесь как будто еще какая-то ваниль. Это похоже на попкорн, но в другом формате, другой текстуры. Как будто он более сухой, хрустящий. Ну вот, представьте вкус попкорна. Но у вас не кукурузка эта в рот идет, попкоринки, да? А вот это. И это, блин, вкус попкорна. Хотя попкорн у нас, ну, не с тыквой. Я не очень поняла, где здесь, на самом деле, аромат или вкус тыквы. Вот карамель, ваниль. Это я чувствую очень хорошо. Даже как будто какое-то масло сливочное. Но никак не тыква. И это вылитый попкорн из кинотеатров. Такие, знаете, не самые пропитанные кусочки. Такие, которые ты хочешь съесть чуть-чуть попозже. Сначала ты хочешь съесть пропитанные. Ставь лайк, кстати, если узнаешь себя в этой фразе. Но это что-то необычное. Чипсами бы я это явно не назвала. Поперла дальше, ребята. Снова азиатский чипс и лейс. Вот такая фиолетовая упаковка, которая гармонирует немножечко сейчас с моими волосами и с котиком и с пупыркой сзади меня. И это чипс и лейс с фиолетовым бататом и кокосом. Почему в Азии все время вот это все придумывают? У них максимально творчески работает вот как-то мозг на создание необычных вкуснях. Ну, как у нас, видите, здесь кокосик нарисован, здесь у нас, собственно, батат. Батат. Батат это, ну, типа картофель, но как бы не совсем. Ну что же, давайте погнали. Чипсы тоже должны быть фиолетовые. Фиолетовые чипсы! Посмотрите, ребят. Я как будто подбирала чипсы под цвет своих волос. О май гад, вот это интересно, интересно. Интересно. Они такие красивые. Офигенные. Смотрите, какие они красивые. Так, пробую. Кокос чувствую. Прям сразу же. Они сладко-соленые, эти чипсы. Знаете, что мне напоминают эти чипсы? Вот те самые орешки, арахис в кокосовой оболочке, которые, помните, я покупала в фикс прайс. Говорила, что вот это, типа, мое детство. В детстве много было подобных. Вот эти чипсы очень похожи на вот эти орешки. Вкус практически идентичный. Это и безумно вкусно. Это и очень красиво. Здесь не переусердствовали с приправами. Здесь не переусердствовали с солью. Не переусердствовали вообще ни с чем. Они такие вот сладенько-солененькие. И мне кажется, они понравятся просто вот всем. Потому что такой вкус ненавязчивый, но в то же время прям приятный и запоминающийся. Даже не верится реально, что это чипсы. Короче, я прям плюсую. Это очень круто. Давайте немножечко перемешаем чипсы по видам. И сейчас у меня вот такие лейс в пачке со вкусом жареного краба. Я люблю почти что все, что связано с морепродуктами. Особенно с крабами, с креветками. Это моя любовь. Поэтому я прям предвкушаю. Вот такая мятная красивая упаковка. Здесь нарисована скрабик, собственно, которого поломали уже. И вот тут вот кусочки. Это зрелище, наверное, не для слабонервных, кто абсолютный веган. Тем более здесь очень маловероятно настоящий краб использовался в изготовлении этих чипсов. А вот пахнет. Как пахнет. Краб. Как будто какие-то водоросли. Типа, знаете, салат чука. Во, с ореховым соусом. Вот такое. А вот тут уже более яркий вкус. Ой, у меня шлюна потекла. Ой, пес лижет мне ногу. Более перченые. Не сильно, но такие вот. Прям чувствую уже, что поперчили. Немножечко похоже на лейс краб. Ну, стандартные наши. Но более такой терпкий и более яркий вкус. И более жгучий, в отличие от наших. Кстати, лейс краб это моя абсолютная любовь. И я скажу, что они даже вкуснее, те наши лейс краб, чем вот это. Это тоже, конечно, классно. Но здесь чувствуется такая, как будто пропитка оливкового масла, какого-то чесночка. Такого вот именно перца. Наши лейс краб в розовой упаковке все равно вкуснее. Жесть, ребят. Когда я посмотрела на эту упаковку, я подумала, ну, мясище какое-то. Наверное, со вкусом какого-то мяса. Нет. Чипсы с угрем. Вот у нас здесь кусочки угря. На нем, как вы видите, лежит нори. Ну, все у нас в таком японском стиле немножечко. О, как пахнет. Шпротками какими-то нанесло. Какой яркий вкус у них. Я думала, будет такой какой-то намек. Слегка ошлиф. Но тут прям действительно угрь. Они не сильно перченые. Они такие с кислиночкой. То есть этот угрь у нас явно пропитан еще всякими соусами. И готов к тому, чтобы его завернули в роллы. Решено. Теперь я угря буду есть только вот так. Я ни за что, наверное, никогда в жизни к нему больше не притронусь. Ни в роллах, ни где-либо еще. Но вот такой угрь меня вполне устраивает. Прям вообще четенько. Ой, ребята, вот это вообще интересно. Это идет лейс. Снова азиатский со вкусом авокадо. Не просто со вкусом авокадо, а с авокадо и сладкой горчицей. Вот здесь нарисована горчица. Такая позитивная зеленая яркая упаковка. И, судя по всему, чипсы у нас должны быть зеленые. Исходя из баночки, конечно. Ой, я очень-очень-очень люблю авокадо. В любом вообще его проявлении. Мне кажется, в любых блюдах. Напишите, любите ли вы авокадо? И если да, то что у вас самое любимое с данным продуктом? Фрукты, кстати, или овощи? Ладно. О! Отлично! Мне кажется, пес тут вообще сходит с ума. Он прям смотрит. Вот такие зеленые чипсики. Заметьте цвет чипсов прям как вот мякоть авокадо. Точь-в-точь оттенок. Авокадо проявляется, когда вы уже как следует прожевали. Тут у нас практически гуакамоле в виде чипс. Ну, вы знаете, что такое гуакамоле. Это мятый авокадо. Он идет соком лимона или лайма, со специями. О, боже. Волосня собачья в рот попала. Когда вы только эту чипсинку берете в рот, вам сначала идет такая кислинка как бы на язык. Вот она как раз вам напоминает о гуакамоле. А уже потом, когда вы как следует прожевываете и начинаете глотать, то вкус авокадо такого спелого-спелого и чуть-чуть горчицы. То есть эти чипсы тоже не острые, не сильно перечные. Если вот вы хотите попробовать, но боитесь, что они острые, я уверяю, эти чипсы не острые. Но, конечно, вкусные капец. Ну что же, сейчас у меня на сладенькой остались напиточки. Это японские фанты и кока-колы с необычными вкусами. Сейчас вы поймете, почему с необычными. Например, я беру вот такую вот бутылочку. Казалось бы, ну, наверное, обычная газировка. Но это фанта со вкусом личи и соли. Мне немножко страшно, но в то же время ужасно, интересно. Поклоняюсь просто Японии и, наверное, почти что всему, что они делают. Не только еде, конечно же. В плане каких-то вкуснях. У них феерическая фантазия невероятная. Открываю. Надеюсь, не пойдет сильно через верх, потому что все-таки посылку мне доставляли, наверное, кое-как. Этот запах просто окрыляет. Вы не представляете, насколько это приятно пахнет. Прям, словно разрезали личи и вот так вот его выжали. Такой четкий и похожий аромат. Словно вот правда этот фрукт перед тобой лежит. О, Господи. Ну что ж. О, опять он сладкий. Но соли я не чувствую. Это не соленый лимонад. Он сладкий. И причем это отличие настолько четко передан, словно я пью его сок. И, кстати, он не сильно газированный. То есть он такой прям, знаете, в меру. Но это вкусно. Он жестко сладкий, но не сильно газированный. Мне прям понравился этот вкус. Понравился аромат. Это что-то необычное. Я прям ставлю пятерочку. Идем дальше. Кока-кола яблоко. Я не знаю, может быть у нас такое где-то продается, но я не видела ни разу. Это тоже кока-кола, кстати, из Японии. Вот так выглядит бутылочка. Здесь большая наклейка. И вот такие яблочки у нас идут. Да, попробуем. Так, надеюсь, он не рванет. Яблоком нанесло. Словно такой кислый яблочный жвачка. Знаете, которую вы начинаете жевать, и у вас прям аж глаза щурятся, челюсть водит. Я даже не знаю, чем пахнет больше. Кока-колой или яблоком. Обалдеть. Вот такая кока-кола меня бы устраивала. Знаете, на что похоже? Как будто взяли стандартную нашу, привычную вот эту кока-колу. Ну, нашу, так сказал, как будто это в России придумали. Ну, короче, привычная кока-кола. Смешанная с яблочным соком или, наверное, даже с компотиком яблочным таким, из сухофруктов. Вот бабуля сварила. И взяла такая бульк-бульк кока-кола, бульк-бульк компот. И получился вот этот напиток. Тоже не сильно она газированная, кстати, прям в меру. Очень необычно на вкус. Поэтому, ребята, если у вас будет возможность, обязательно попробуйте. Это того стоит. Если вы любите всякие, конечно, необычные вкусняшки. И последняя японская фанта красный апельсин. По-моему, красный апельсин называют по-другому еще сицилийский апельсин, насколько мне известно. Я, кстати, очень люблю соки из сицилийских апельсинчиков. А тут у нас фанта с таким вкусом. И по цвету прям выглядит так, как будто действительно отжали сок из этого апельсина. Пахнет прям точь-в-точь, как эти апельсины. Они имеют свой немножечко отличающийся аромат от самих апельсинов. Они такие более с горчинкой. Живительный глоток. А вот этот газированный уже достаточно. Я бы не сказала, что он очень сильно отличается от фанта, которая просто идет апельсиновая стандартная. Но вот более такая горьковатая нотка в нем есть. Чем-то немного похоже на швепс, мне кажется. В общем, приятный аромат. Я бы, наверное, подумала, что это с грибфрутом. Прям вкусненький, задорненький. Мне понравилось. Вот она, моя маленькая страдалица, которая ходила и нюхала, и нюхала. И крошки изо рта хозяйки поднимала, поднимала. Коленочки ей лизала, 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 лизала. Ей этого было мало-мало, мало-мало. Грета, ну нельзя тебе такое кушать. Что я могу сказать? Ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. И обязательно пишите, что бы из этого всего. Вы сами хотели попробовать, какой продукт вам показался самым интересным, самым необычным из всего того, что сегодня было в видео. Мне кажется, что, наверное, это вот тыква авокадо. Хотя понравилось мне абсолютно все. Это было вкусно, интересно. Пошла я выпью мизим. И все, увидим скоро. Пока-пока.